Мудрость каждого народа запечатлена в его сказках, рассказах и притчах, решили студенты Мирнинского регионального технического колледжа и организовали спектакль, в котором наглядно показали национальную культуру местных общин. Поводом для этого стало появление в учебном заведении новой организации – Молодежной ассамблеи народов Якутии. Идея понравилась руководству учебного заведения, и начинание студентов активно поддержали. Логика проста. Большое количество ребят, тех людей, которые приехали сюда к нам в Алмазный край, из разных регионов страны, и их дети, естественно, учатся у нас в колледже. И поэтому на сегодняшний день, ну, практически, ребятишки, вот, представители всех народов, всех регионов, которые приехали сюда к нам, все они сконцентрированы у нас в Мирнинском региональном техническом колледже. И поэтому, естественно, стояла очень важная задача их объединить, сделать так, чтобы каждый из них мог взаимно обогатить друг друга своей культурой, своей историей, тем, чем богат их народ, и самая яркая для этого форма, ну, вот, Молодежная ассамблея. Спектакль состоял из нескольких притчей разных народностей, то есть маленьких рассказов, несущих какое-либо поучение. Каждая группа выбирала свою тему. Антураж и тексты также готовили сами. Творчество ребят оценивали матерые корифеи искусства. Режиссер Дворца культуры Алмаз Евгения Чудинова и главный специалист Управления культуры Александр Кузнецов. Особенно ценно в этом мероприятии то, что ребята показали притчи и сказки всех 18 народов, которые сегодня объединяет Мирнинское отделение ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. И я должен сказать, что ребята справились с поставленной задачей, непростой совсем задачей, но они с этим справились. С чем я поздравляю Молодежную объединению и с чем я поздравляю Мирнинский региональный технический колледж. По словам гостей и участников спектакля, их первое начинание получилось оригинальным и интересным. Несмотря на то, что молодежная ассамблея МРТК только начала свою работу, от нее уже ждут активного участия в жизни колледжа и Алмазной столицы. Роман Муконин, Василий Потапов, телеканал «Алмазный край».